Друзья, я подготовила ответы на самые распространенные вопросы по закону номер 5149-9 о земельных отношениях во время военного положения. Вопрос первый. Можно ли предоставить в аренду сложившийся земельный участок, есть кадастровый номер, определенная площадь, требующий изменения целевого назначения? Друзья, если при передаче в аренду земельного участка нужно изменять его целевое назначение, то есть код целевого назначения, то такой участок можно будет передать в аренду после возобновления работы государственного земельного кадастра, поскольку смена целевого назначения участка должна фиксироваться в кадастре. Вопрос 2. Можно ли передавать в аренду земельный запас для ведения сельскохозяйственного производства без изменения целевого назначения? Друзья, с 2021 года земля в запасе СХ назначения присваивается отдельный код целевого назначения. При передаче такого участка в аренду для ведения товарного и сельскохозяйственного производства нужно присвоить участку новый код целевого назначения. В то же время при изменении целевого назначения нужно вносить опять сведения в государственный земельный кадастр, который пока друзья не работают. Поэтому передача земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящихся в запасе, будет возможна после возобновления работы государственного земельного кадастр. Если участок сформирован с кадастровым номером, площадью, как земли общего пользования, пастбища, сенокосы. Вопрос третий. Можно ли такой земельный участок передавать в аренду для ведения товаров сельскохозяйственного производства, например, разорять? Земельные участки под общественными сенокосами и общественными пастбищами имеют отдельный код целевого назначения 18.00. Для передачи их в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства необходимо изменять код целевого назначения участка. Это станет возможным только после возобновления опять работы государственного земельного кадастр, где отображаются сведения о целевом назначении земельного участка. Вопрос четыре. Разрешено ли формировать земельный участок за счет участка под хозяйственными зданиями и дворами для передачи такого участка в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства? Друзья, закон 21.45 не запрещает формирование земельного участка под хозяйственным двором для передачи его в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Но проблема в том, что такие земельные участки имеют разное целевое назначение. Для того, чтобы зарегистрировать участок в кадастре и внести сведения о новом целевом назначении участка, нужно внести соответствующие данные в государственный земельный кадастр. На данный момент он не работает. Поэтому пока такая аренда земельного участка невозможна. Вопрос пятый. Можно ли разрабатывать документацию по землеустройству по установлению, восстановлению границ земельного участка в натуре на местности, на приусадебные участки для строительства и обслуживания живого дома, а также проводить государственную регистрацию такого земельного участка? Друзья, передача приусадебных земельных участков гражданам в собственность требует проведения регистрации таких участков, опять же в государственном земельном кадастре, а прав на них в государственном реестре вечных прав. Поскольку кадастр и реестр не работают, то передача таких земельных участков в собственность не осуществляется. Закон 21.45 не распространяется на отношения по передаче приусадебных земельных участков органами власти в собственность граждан. Вопрос 6. Могут ли органы местного самоуправления передавать в аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения целевым назначением для ведения фермерского хозяйства? Друзья, согласно классификации, отдельными видами целевого назначения земельных участков является код 0101 для ведения товарного сельскохозяйственного производства, код 0102 для ведения фермерского хозяйства. Поскольку в этом случае следует изменять целевое назначение, передача такого участка в аренду на основании закона 21.45 не осуществляется. Седьмой вопрос. Можно ли сдать в аренду земельный участок государственной собственности, находящихся в постоянном пользовании сортно-опытной станции? Друзья, земельные участки научно-исследовательских учреждений и земельные участки для ведения товарного сельскохозяйственного производства имеют разное целевое назначение. Земельный участок не может быть сдан в аренду на основании закона 21.45, если нужно изменять его целевое назначение. Вопрос 8. Как изменить состав угодья пастбища на пашню при передаче земельного участка в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства? Друзья, смена угодья пастбища на пашню осуществляется путем разработки проектов земельного устройства, обеспечивающих эколого-экономическое обоснование и упорядочение угодья. Согласно статье 15 Закона Украины о государственном земельном кадастре в составе угодья с указанием контуров, координат поворотных точек подлежит внесению в кадастр. Это часть сведений о земельном участке. Поэтому изменение состава угодья земельного участка пока невозможно. Он будет доступен после возобновления работы государственного земельного кадастр. Куда необходимо, как вы уже поняли, внести сведения о соответствующих изменениях? Вопрос 9. Может ли местный совет предоставить земельный участок для огородничества гражданину в соответствии с статьей 36 Законного кодекса Украины? Друзья, местный совет сможет это сделать только после возобновления работы государственного земельного кадастр и государственного реестра прав. На данный момент они не работают на основании не Закона 21.45, а Земельного кодекса Украины. Вопрос 10. Как законно передать в упользование земли в пределах населенных пунктов у приусадебного участка города, если эти земли не используются? Они принадлежат наследникам, но отсутствует какое-либо документальное оформление. Друзья, если умершие граждане, наследователи не имели оформленных прав на огороды, осуществляли фактическое землепользование, их наследники не могут их наследовать. Очевидно, что такие земельные участки следует считать свободными. Они принадлежат на праве собственности община, и их можно предоставлять в пользование другим лицам. Вопрос 11. Можно ли передавать в аренду часть площади земли, на которую не сделан кадастровый номер? Друзья, при передаче в аренду часть площади земельного участка следует сформировать ее в земельный участок по правилам, предусмотренным законом номер 21.45, то есть на основании разработки землеустроительной документации землеустройства по инвентаризации земель. Вопрос 12. Разрешено ли передавать в аренду неистребованные, то есть нераспределенные по им? Да, это возможно. Такие земельные участки передаются в аренду по решению Совета соответствующего территориального общества. Вопрос 13. Где получить сведения о землях государственной собственности, которые можно передать в аренду? Друзья, до возобновления работы государственного земельного кадастров такие сведения можно получить в гос, геокадастре или его территориальном органе. Сельские, поселковые и городской советы также могут иметь сведения. Вопрос 14. Каким образом будет осуществляться передача в аренду земельных участков под водными объектами? Закон 21.45, друзья, не регулирует вопрос передачи в аренду земельных участков под водными объектами. Такая передача может осуществляться на основании Земельного кодекса Украины, закона об аквакультуре и других законодательных актов. Но только после возобновления работы государственного земельного кадастров и государственного реестра вечных прав в настоящее время они, опять же, не работают, в котором можно будет зарегистрировать право аренды водного объекта, а не договор аренды. Друзья, мы еще живем в условиях военного времени, но при этом важно понимать и знать свои права. Шановный, зачекайте, будь ласка, ты у пошуках бухгалтерских, юридических и перекладательских послуг. Интересно-служие Тимас пропонует решение в Испании и Украине. Бухгалтерские послуги и финансовые рекомендации включают в себя Спрощенное оподаткование для ФОП, введение бухгалтерского облика, податковое планирование и оптимизация. Отримай параду, коли вона потрібна, лише за 10 евро. Або, наприклад, юридичні послуги від 25 евро, включаючи допомога в реєстрації бізнесу, юридичний супровід, написання та виправлення договорів, консультації щодо захисту інтелектуальної власності, включаючи реєстрацію торгової марки та патентів, підтримка у питаннях міграції та отримання громадянства в іноземних країн. Або перекладацькі послуги від 25 евро, включаючи технічний переклад сайту та комерційний переклад документів європейськими мовами. Знай інтереси слігітімос поруч, коли це важливо. Сила у простоті, без офісів, завжди на зв'язку. Ці важкі часи, ваша впевненість у завтрашньому дні починається сьогодні. З інтереси слігітімос. Залишились питання, дивись закріплені відео. Ти шукав і чекав, як створити скаргу, діловий лист, заяву або контракт, чи швидкі юридичні та фінансові поради, чи письмові переклади, щоб донести свою думку іноземною мовою. За дві хвилини лічені робот Нюша знає та може усе. Тепер проблема вирішується без заповнення купи дурних форм. Просто напиши, Нюші, чого ти хочеш? І миттєво отримай відповідь. Спробуй сам. Шукай нас в Google під назвою «Інтереси слігітімос» і будь у трендії. І заходь на головну сторінку сайту. Тисни на робота. Нюша, привіт! А які мені потрібні документи для реєстрації бізнесу в Україні і Іспанії? Нюша, дякую. Це неперевершена відповідь. Твої паради відповідають чинному законодавству Іспанії, ЄС та України. Будь ласка, переклади на ділову іспанську. Твої переклади ще не були такі чіткі та швидкі. Слухай, а я хочу тепер переклад з іспанської на ділову українську. А? Зможеш? Вуаля! Допоможи, будь ласка, скласти зразок скарги до ЖЕКу, щоб їх змусити цей ЖЕК відрементувати пандус для людей з інвалідністю. Пандус розпався, а вони не хочуть працювати. Кажуть, що це не їх робота і в них немає грошей. Розумієш? А я не можу увійти додому. Допиши, будь ласка, закон, який мене захищає. Дякую за грамотну скаргу. Піду її, роздрукую і вирішу свою проблему. Дякую. Ти найкращий, а і друг та радник. Я повернусь до тебе знов. Чекай мене. Люблю тебе. Цікавишся фінансами, правом та бізнесом між Іспанією і Україною? Тоді запрошую тебе у телеграм-канал LegalTrends. Там ти знайдеш збірку перевірених рекомендацій, моїх конспекти та щоденних експериментів. Це не просто місце для нотаток, але й просто для значущих публікацій у двох юрисдикціях Іспанії України. Обов'язково перейдіть, не пошкодуш. Підписуйтесь на канал LegalTrends і побачимось в наступних публікаціях.